МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Память о них всегда будет жива в сердцах россиян, родных и близких. В Красноярском районе региона открыли мемориальный комплекс в честь героев, погибших в зоне специальной военной операции. Продлить срок службы и повысить комфорт пассажиров. Вагоны Самарского метро отправились на капитальный ремонт в Северную столицу. Преображение общественных пространств, победивших в голосовании за благоустройство по федеральной программе формирования комфортной городской среды, идет полным ходом. Как изменится сквер Самарец и когда он распахнет свои двери для отдыхающих. По разные стороны экрана школьники Самары и Спитака. В городе отметили День армянской культуры. 28 апреля вступили в силу поправки в закон о ветеранах. Все участники специальной военной операции получили статус ветерана боевых действий. Положение предполагает целый перечень льгот и мер соцподдержки. Наша съемочная группа побывала на церемонии вручения удостоверения ветерана боевых действий участнику спецоперации. Пообщалась с представителями военкомата и выяснила преимущества службы по контракту. Подробнее в сюжете Галины Топилиной. В зону специальной военной операции он отправился одним из первых в самом начале. В тайне от близких заключил контракт с Министерством обороны России. Сергей Глухов, железнодорожник по профессии, сын бывшего начальника ГУВД Самарской области, рассказывает. Ни минуты не сомневался в своем решении. Я считаю, что это вообще, в принципе, священный долг любого человека, патриота, своей Родины, защитника. Если честно, я не люблю много разговаривать. Получилось так вот. Родина оказалась в сложной ситуации. Встала поверх. Сегодня в военкомате советского и железнодорожного районов Самары Сергею торжественно вручили удостоверение ветерана боевых действий. Как участнику специальной военной операции вручается сегодня удостоверение ветерана боевых действий. Спасибо. Спасибо. Это удостоверение дает вам право на определенные социальные льготы. Служба по контракту – дело добровольное. Она позволяет проявить себя и материально обеспечить семью. Стать контрактником может любой совершеннолетний гражданин, признанный годным по состоянию здоровья и имеющий среднее образование. По вступлению сейчас у нас идет по упрощенной программе. За два дня люди поступают и уплывают отнесения места службы. После возвращения домой участники СВО получают статус ветерана боевых действий. Им предоставляют льготы и привилегии федерального и регионального уровня. На них распространяются льготы как участника боевых действий. Вручается всем удостоверение участника боевых действий, которое дает неоспоримые преимущества перед гражданскими пенсионерами. Это и льготный проезд в транспорте, льготная оплата жилищно-коммунального хозяйства, ну и другие льготы предусмотрены в федеральном законе. Военный комиссариат вместе с администрацией города и районными властями всегда на связи с семьями военнослужащих и при необходимости готовы оказать поддержку. Галина Топилина, Константин Головин. События. Память о них всегда будет жива в сердцах россиян, родных и близких. В Красноярском районе Самарской области открыли мемориальный комплекс в память о героях, погибших в зоне специальной военной операции. В торжественной акции приняли участие представители администрации района, ветераны морской пехоты, юнормейцы и местные жители. Ольга Павлова продолжит. Их подвиг незабываем, а память о героях Отечества вечна. Имена участников погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции увековечили на мемориальном комплексе в поселке Волжский Красноярского района Самарской области. Среди них ефрейтор Максим Пустозвонов, военнослужащий Росгвардии, разведчик, радиотелефонист, подразделение специального назначения, уроженец поселка Волжский, героический погиб 27 февраля 2022 года. Указом президента России был награжден орденом мужества посмертно. Это мероприятие очень важно для сохранения этой памяти, для того, чтобы на этих примерах мужества и героизма учить наше будущее поколение, для того, чтобы наше государство, Российская Федерация продолжала существовать, быть независимым и сильным государством. В память о погибших героях в специальной военной операции вблизи мемориала разместили танк Т-80УД. В прошлом году его привезли из Екатеринбурга. Машину привели в порядок, отреставрировали. По словам главы городского поселения Волжский, памятник по праву можно назвать всенародным. Привезти его и установить помогли жители поселка. Очень много жителей помогало для того, чтобы этот памятник существовал. Помогали кто чем мог. Кто привозил землю, кто занимался сварными работами, кто занимался электричеством, кто дал плитку. Торжественная церемония открытия мемориала прошла под музыкальное сопровождение военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области. Музыканты исполнили для собравшихся песни военных лет, которые никого не оставили равнодушными. Ольга Павлова, События. В Самаре продолжается строительство новой станции метро Театральная. Актуальные задачи обсуждали сегодня на совещании в администрации города совместно с представителями регионального заказчика метростроя. Принято решение о дальнейшем переустройстве инженерных коммуникаций в районе стройплощадки в историческом центре. В ближайшее время будут переустроены сети водовода на перекрестке Вилонская и Галактенская. После завершения работ по водоводу диаметром 800 приступят к переустройству двух газовых магистралей диаметром 300 и 400 в среднем и высоком давлении. На случай аварийных ситуаций все сети должны быть в футлярах. Вот сейчас их будут переукладывать с учетом футляров. Дополнительная защита на сетях исключит их влияние на состояние тоннелей метрополитена в случае, если возникнет авария. Представитель управления капитального строительства пояснил, что газовые магистрали пересекают зону будущей подземки, но перекладываемые коммуникации не будут перемещать, а лишь заменят старые трубы на новые. Кроме того, в исторической части города продолжают работать внутри коллектора. Установили 12 видеокамер, которые расположили в колодцах. На пост видеонаблюдения вывели все изображения. Камеры нужны для более детального мониторинга во время работ, необходимых для минимизации влияния будущей проходки на коллектор. Установили GPS-датчики, о которых заявляли ранее, на прошлой неделе. На совещании обсуждали и сохранность объектов культурного наследия регионального значения, которые попадают в зону строительства. В частности, в скором времени рассчитывают на то, что будет готово заключение на новые технические решения в отношении дома на усадьбе Мещан-Аржановых. Он был построен еще в 1899-1902 годах и располагается по адресу улица Галактионовская, 107. Этот дом находится в зоне влияния строительства метро, поэтому необходимо укрепить фундамент. Здесь планируют устроить грунтоцементные сваи под основание здания. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. С ростом пассажиропотока в подземке муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» обеспечит сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого продолжают обновлять подвижной состав, обучат и дополнительную группу машинистов. Повышение комфорта перевозок и развитие транспортной инфраструктуры Самары является одним из приоритетных направлений деятельности. Из электродепо Самарского метрополитена отправились на капремонт в Санкт-Петербург в рамках обновления подвижного состава 6 вагонов – 2 головных и 4 промежуточных. Восстановят все узлы, детали и агрегаты, которые отслужили свой срок. Эта процедура предусмотрена, например, для ходовой части. В частности, заменят колеса и рамы тележек. Поставят новые окна, обновят интерьер вагонов, установят новые комфортные сидения. Для обеспечения безопасности пассажиров смонтируют системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. Появятся новые электропроводка и освещение. Перед отправкой у вагонов проверили тормоза. В пути состав проведет порядка 4 дней в сопровождении специалистов ремонтного завода. До конца ноября работы должны быть по контракту выполнены. И потом в течение примерно трех недель мы проведем пусконаладочной работы совместно с заводом, который проводил капитальный ремонт. Пробные рейсы сделаем в ночное окно. И после этого в декабре месяце эти новые обновленные вагоны будут работать на линии и обслуживать наших пассажиров. После ремонта вагона метро прослужит еще 15 лет. Таким образом, уже модернизировали 22 вагона. На очереди еще 18. Поступают в метро и новые вагоны. Один полный состав курсирует на линии с 2020 года. Полностью обновить подвижной состав муниципального предприятия «Самарский метрополитен» планируется к открытию станции метро «Театральная». Всего самарцев и гостей города будут обслуживать полсотни вагонов. В Самарской области появится новый туристический объект. В начале июня в Нефтегорском районе откроется парк «Бариновская мельница». Об этом стало известно на освещании, которое провел депутат Госдумы Александр Хинштейн. Чем будут привлекать туристов, расскажет Светлана Кудрявцева. В Бариновке Нефтегорского района завершается восстановление уникальной ветряной мельницы. Ее построили на этом месте в 1848 году. Долгое время объект был заброшен. Но благодаря содействию депутата Госдумы Александра Хинштейна мельницу удалось спасти. На это привлекли средства из внебюджетных источников. Мы находимся на финишной прямой. И в самое ближайшее время восстановленная мельница в Бариновке заработает, станет еще одной точкой притяжения на карте Самарского региона. Уникальность этой мельницы в том, что, во-первых, это единственная сохранившаяся в Поволжье ветряная мельница начала 19 века. Так сложилось, что именно в этом году Бариновская мельница отмечает юбилей. Исполняется ровно 175 лет. Более того, объект культурного наследия станет центром нового туристического пространства. 3 июня в Нефтегорском районе планируется открытие парка «Бариновская мельница». Детали обсудили на совещании с местными властями и министром туризма Самарской области. В концепции развития именно парка, парка интерактивного, где, безусловно, главным объектом станет сама мельница. Но территория, прилегающая к мельнице, будет насыщена различными мастер-классами. От мастеров самых различных промыслов. Она будет насыщена и, безусловно, объектами общественного питания, где, несомненно, главным продуктом станет хлеб и все его производные. И, конечно же, в дальнейшем предполагается создание специальных кемпинговых зон в непосредственной близости от этого объекта для того, чтобы у людей была возможность провести там не только несколько часов, но и несколько дней. Запланировано пять точек питания – палаточные павильоны. В качестве сувенирной продукции хотят продавать мини-мельницы, значки, магниты в разработке также шоколадной и пряничной мельницы в проекте и здании ресторана. В перспективе наша цель – сделать туристический маршрут, который охватит и Бариновку вместе с мельницей, и расположенную рядом село Утёвку, родину безрукового и безногого иконописца Григория Журавлёва. Полным ходом идут реставрационные работы в храме святой, животворящей троицы. Я уверен в том, что огромное количество людей, не только из нашего региона, но и из других областей, республик, из-за границы поедут для того, чтобы эту всю красоту увидеть и посмотреть. А в день открытия Бариновской мельницы планируется концертная программа, организация полевой кухни и дегустация хлеба и подсолнечного масла местного производства. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. В Самарской области готовится начать строительство нового туристического объекта – смотровой башни с площадкой для отдыха на горе Светёлка. Она расположена в границах посёлка Волжский утёс в двух километрах от села Усолье в Шигонском районе. Это самая западная вершина Жигулёвских гор. Северный склон горы обращён к правому берегу Волги и покрыт лиственным лесом. Южный склон каменистый и более крутой. Высота горы не более 80 метров, поэтому подъём на неё несложен даже для неподготовленного туриста. С вершины открывается живописный вид на Куйбышевское водохранилище, Усолье, Волжский утёс и расположенный в 110 километрах Ульяновск. Со светёлкой связаны множество мифов и легенд, которые привлекают туристов. В текущем году планируется привести в порядок пешеходную тропу, которая ведёт к вершине горы из Волжского утёса, построить площадку для отдыха туристов и смотровую башню. Общая высота здания составит 26 метров, купола около 13 метров. Смотровые площадки будут располагаться на трёх уровнях. Средства на объект выделят из областного и муниципального бюджетов. Захоронить жемчужину Самарского края. Представители общественной палаты Самарской области совместно с сотрудниками Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и депутаты Думы городского округа Самара провели рейд в рамках акции «Живая Волга». Цель проверки – выявить и уничтожить браконьерские орудия лова в акватории рек. Подробности далее. Сохранить одно из главных сокровищ региона – Волгу. Представители общественной палаты Самарской области совместно с сотрудниками Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и депутатами городской думы в рамках акции «Живая Волга» провели рейд, чтобы обнаружить браконьерские орудия лова, установленные в акватории рек Волга и Самара. Эта акция проходит с 2017 года. В парламентарии у нас и депутаты – это представители от народа. Именно это связка между властью и населением, которое здесь проживает. На берегах нашей замечательной реки Волги, Самары, Сока и других рек – это важно. Важно сохранение той популяции рыб. Сейчас идет нерестовый период, и поэтому браконьеры, сети, у нас с ними будет вестись однозначно борьба. Эта акция как раз проводится во время нереста, который у нас на Саратовском водохранилище начинается с 20 апреля по 10 июня. И на Кубинском водохранилище начинается с 25 апреля по 5 июня. В этот период все виды сетей под запретом. Использовать их могут только рыбаки, оформившие специальные разрешения на лов рыбы. Вне законной раколовки не допускается удить рыбу с лодки даже поплавочной удочкой или с помощью спиннинга. Разрешено только с берега и на два крючка. Волга – это наше общее богатство. И я хочу подчеркнуть, что именно в нашем регионе мы реализовали ту системную работу, которая позволяет и освободить Волгу от сетей, и самое главное – провести вот те профилактические работы с людьми, которые зачастую не осознавая или осознанно выходят, и браконьерскими методами ее делают менее рыбоводной и менее плодородной. В случае поимки браконьера ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Если стоимость выловленной рыбы превышает сумму в 100 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность. Цель акции «Живая Волга» – освобождение бассейнов рек от браконьерских орудий лова и формирование ответственного отношения жителей региона к водным ресурсам. Виктория Шарая. События. Волга в Самарской области в мае прогрелась до аномальных температур. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воды в Саратовском водохранилище по состоянию на 10 мая 2023 года составила от 8,2 до 11,8 градуса. В районе Самары – 8,2 градуса, что на 2 градуса выше нормы, рассказали специалисты. Вода оказалась теплой и на Куйбышевском водохранилище. Там она прогрелась до 8,7 – 11,8 градуса. В районе Тольятти температура составила 8,7 градуса. Это также на 2 градуса выше нормы. Отмечу, что превышение температурных показателей были зафиксированы еще в апреле. Уже тогда температура воды в Волге была выше на 1 градус, чем обычно в это время. Преображение общественных пространств, победивших в голосовании за благоустройство по федеральной программе формирования комфортной городской среды идет полным ходом. Победителями прошлого года стали Ерик Парк, парки Молодежные Воронежские озера, а также Сквер Самарец. На площадке благоустройства побывала наша съемочная группа. Сквер Самарец, расположенный в советском районе города, в прошлом году вошел в число победителей голосования за благоустройство в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». И прямо сейчас в этом сквере кипит работа. Обустройство фонтана, проведение коммуникаций для автополива газонов и фонарного освещения, восстановление пешеходных дорожек с покрытием из тротуарной плитки, санитарный обрезка зеленых насаждений. Работы по благоустройству сквера стартовали в конце апреля. Сейчас его территория представляет собой большую стройплощадку. Светлана Михайлова, житель близлежащего дома, рассказывает, В том году и сама голосовала за сквер Самарец, и знакомых активно агитировала. В итоге территория набрала 25,5 тысяч голосов. У меня выросли дети, внуки, правнуки. Все уже здесь гуляют, играют. Нам очень приятно, что его начали делать. Мы очень довольны. Ну и хотелось бы, чтобы быстрее закончили все. Хочется сказать большое спасибо губернатору Самарской области Азарову, Азарову, администрации, которая принимает во всем этом участие, ну и всем жителям, которые голосовали за это. Согласно проекту, сквер стилизуют под 40-е годы прошлого века. Архитекторы наполнят пространство символами того периода, когда улица Победы застраивалась сталинками. Сквер будет поделен на две зоны – прогулочную и выставочное пространство. Мы попытались в проекте при отрывке одну из самых, может быть, знаменательных страничек нашего города, тогда еще Куйбышева, послевоенного Куйбышева. Работы в сквере Самарец ведутся ежедневно, рассказывает представитель организации подрядчика. Уже к осени обновленная территория встретит посетителей. На данный момент произведены все работы по демонтажу твердых покрытий, асфальтовых, бетонных. И выполнено где-то процентов, наверное, 80 подземных коммуникаций. На объекте работает ежедневно где-то порядка 20 человек, 3-4 техники, посмотрев для каких производств. Благоустроят не только сквер, но и прилегающие территории. То есть у нас, в принципе, такой комплексный подход, такая задача ставится, мы ее стараемся выполнить, что если делаем благоустройство общественного пространства, то все подъездные и пешие подходы пешеходные к данным территориям приводим в порядок для того, чтобы уже само общественное пространство имело законченный вид. Работы по благоустройству ведутся еще на трех общественных пространствах, ставших победителями рейтингового голосования в прошлом году. Жители сами решают, какие территории требуют перемен. Сейчас проходит новое голосование за благоустройство территорий в 2024 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют 20 общественных пространств Самары. Проголосовать можно до 31 мая на портале 63.городсреда.ру. Галина Топилина, Константин Головин. События. В Самарской области установлен особый противопожарный режим. Он будет действовать с 15 мая по 1 октября. Запрещено разводить костер в лесу или рядом с ним, пожигать сухую траву, бросать непотушенные спички или сигареты, пользоваться в лесу пиротехническими изделиями. Если вы стали свидетелем лесного или природного возгорания, нужно позвонить по телефону специализированной круглосуточной диспетчерской службы, номер которой указан на экране или по номеру 112. В Самаре отметили День армянской культуры. Он прошел при поддержке администрации города и региональной общественной организации «Армянская община». Основной площадкой стала Самарская библиотека народов по Волжье. Подробности расскажет Светлана Тимофеева. День армянской культуры в библиотеке народов по Волжье начался с телемоста. По разные стороны экрана – школьники Самары и Спитака. Цель таких встреч – познакомить самарцев с культурой Армении и показать жителям Спитака богатство культуры России. Лично для меня армянская культура – это прежде всего музыка. Конечно же, это дудук. Он звучит очень необычно, как ни один другой инструмент вообще на этом свете. И, конечно же, кухня армянская, богатая специями, богатая ароматами. В 1988 году после землетрясения в Армении Куйбышев оказал большую помощь пострадавшим жителям Спитака и других разрушенных городов. Четыре года назад по инициативе армянской общины и главы Самары Елены Лапушкиной города стали побратимыми. Мы посчитали, что это будет таким замечательным мостом и замечательным поводом для дружбы, потому что это очень важно, когда люди помогают друг другу, тем более на масштабе народов, когда они готовы протянуть друг другу руку помощи. Удачи в отношениях между народами пожелали и на армянском языке. Становление побратимыми городами Самары и Спитак – это органичное продолжение укрепления дружбы народов России и Армении, в чем я желаю удачи и успеха. Дружба не ограничивается празднованием Дня армянской культуры. В регионе проводятся совместные культурные, спортивные и патриотические мероприятия. Светлана Тимофеева и Петр Поломеев. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары в своем телеграм-канале сообщает о том, что для предпринимателей стартовала регистрация на форум «Мой бизнес 63». Он начнется 24 мая в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подать заявку на участие и ознакомиться с программой и событием можно по ссылке, указанной на страничке телеграм-канала. По традиции форум откроет пленарные сессии. В числе спикеров – федеральные эксперты, представители ведущих технологических предприятий. Участники форума также могут посетить выставочную экспозицию инновационных и стратегических проектов, на которой свои экспонаты представят предприятия и Министерства региона. Телеграм-канал Департамента транспорта «Самара» от лица инспекторов ГИБДД предупреждает жителей региона о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями. При выпадении осадков следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Повышенное внимание необходимы в местах возможного появления пешеходов перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. А пешеходов сотрудники ГИБДД просят переходить дорогу только в установленных местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и обозначать себя свето-возвращающими элементами, особенно в темное время суток. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что дети в возрасте до 18 лет могут являться собственниками движимого и недвижимого имущества, но не вправе им распоряжаться. Поскольку собственник несовершеннолетний, родители или законные представители должны получить разрешение на распоряжение его имуществом. Для этого нужно обратиться с заявлениями в отделение МФЦ. Специалисты Департамента опеки ведут прием только по вопросам получения разрешения на залог приобретаемого жилого помещения, приватизацию с участием или без участия несовершеннолетних или недееспособных, отказ от преимущественного права покупки, оформление доверенностей, рефинансирование ипотеки. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok